Люди – рабы своих вещей, а антиквары – продавцы рабовладельцев. Два самых частых вопроса, которые я слышу от посетителей антикварного магазина. Почему так дорого и почему так дешево? Обывателям абсолютно непонятно, каким образом формируется стоимость антиквариата и в чем его ценность. При этом множество каналов предлагают различные способы заработка на обороте старых вещей. Купил на барахолке, заработал миллион, приобрел барахло у населения, озолотился. Я пересмотрел сотни роликов от коллег-антикваров. В этой массе видеоинформации, как правило, показывают конкретные предметы с обзором и ценой. Это фарфор, иконы, монеты, столовое серебро. В зависимости от того, чем интересуется и в чем разбирается автор видео. А учитывая, что на барахолках попадается много других интересных предметов, не показанных в роликах, вам, зрителям, хочется научиться отличать антиквариат от винтажа и разного хлама, который попадается там же на барахолках. Определять стоимость и ценность старых вещей для того, чтобы получить не только эмоциональное удовольствие от владения антиквариатом, а еще и извлечь прибыль при последующей его продаже. Поэтому, разобравшись с видами ценности старых вещей, вы поймете, как оценить любой предмет с точки зрения антикварной ценности. А благодаря YouTube у вас нет необходимости конспектировать. Ролик всегда можно пересмотреть. И если подписаться на канал, то еще узнать массу интересных историй и полезной информации из жизни антикварного ареала и его обитателей. Я, Алексей Виткалов, на канале «Антикварный ареал» рассказываю, почему участвовать в обороте антикварных предметов интересно, выгодно и полезно для здоровья. Стоимость антиквариата складывается из совокупности различных видов ценности. И чем больше этих видов ценности сконцентрировано в одном предмете, тем выше его стоимость. Перечислю, какие виды ценности я использую в своем шаблоне оценки антиквариата, а затем подробно с примерами разберем каждый из них. материальное, художественное, историческое, культурное, коллекционное, религиозное, инвестиционное, техническое, интерьерное, прикладное, информационное, аукционное, эмоциональное, шаблонное, энергетическое. Разделить ценность и стоимость вполне логично, так как стоимость выражается в денежном эквиваленте, а ценность у каждого своя. Кроме того, разделение ценностей позволяет оперативно составить целевую аудиторию, заинтересованную в покупке предмета. Соответственно, увеличение количества ценностей, которые вы сможете идентифицировать на предмете, приводит к увеличению круга потенциальных покупателей и увеличению стоимости предмета. Материальная ценность. Очевидно, что это ценность и стоимость материалов, из которых предмет изготовлен. И в настоящее время довольно быстро определяется стоимость этих материалов в настоящее время на рынке. Много роликов, где антиквары скупают советские часы в позолоченных корпусах, с которых вытравливают золото азотной кислотой. При этом этот производственный процесс они делают у себя в квартире. Это очень плохой пример. Ради излечения золота из часов они жертвуют своим здоровьем и здоровьем всех, кто находится вокруг них в этом помещении, так как процесс травления очень высокотоксичен. А учитывая, что это еще и незаконно, я вам очень не рекомендую повторять подобные полезные советы заработка на антиквариате. Пример с корпусами от позолоченных часов – это исключительный случай, который ярко демонстрирует, что при отсутствии культурной, художественной, исторической, коллекционной, всех видов ценностей, которые я перечислил выше, стоимость материала значительно превышает стоимость предмета. На барахолке неработающие позолоченные часы стоят от 200 до 1000 рублей, а золото из этих часов уже стоит от 500 до 3000 рублей. В остальных случаях дефективные предметы имеют только остаточную стоимость материала, из которого изготовлены, как это, ложка. Ее ценность – лом серебра. Качество серебра подтверждается пробой 84 Российской империи. В рублях материальная ценность ложки – 40 рублей умножим на 53 грамма, получаем 2120 рублей, где 40 рублей – это приемная цена серебра в ломбарде, а цена лома серебра постоянно растет. Таким образом, к стоимости антикварного мусора добавляется ценность инвестиционная. На ложке, кроме пробы, выбиты год и клеймо малоизвестного ювелира. Поэтому коллекционная ее ценность весьма сомнительна. А, кроме того, эта ложка – замечательный пример, когда утрата прикладной ценности исключает из стоимости ценность историческую, коллекционную и культурную. Материальная ценность чугунного утюга – это стоимость веса чугуна 20 рублей на 5 килограмм 100 рублей, а цена продажи уже от 300 до 1000 рублей. Старый утюг – это замечательный пример. Когда материальную ценность увеличивает, интерьерная ценность утюги используют как дополнение фольклорного, либо исторического дизайна. И, рассматривая этот предмет как элемент быта прошлых лет, добавляется ценность историческая. Не могу себе представить, как таким коптящим утюгом могли погладить белые вещи. Следующий пункт шаблона оценки антиквариата – художественная ценность. Рассуждать о художественной ценности предметов можно бесконечно долго, но чтобы делать это профессионально, необходимо иметь профильное образование искусствоведа. Поэтому в своих суждениях я ограничиваюсь доступной информацией об известности авторов, клейма и подписи которых можно идентифицировать на предметах. Перьевая ручка и нож для вскрытия писем – серебро, позолото, горячая эмаль. Автор – известный ювелир, поставщик двора его императорского величества Александр Дальман. Он специализировался на ювелирных изделиях кавказского стиля. Его ювелирные шедевры представлены в Эрмитаже и Оружейной палате Кремля. К материальной ценности серебра добавляется художественная ценность, подтвержденная авторским клеймом. Дата производства – 1905 год – прибавляет культурную ценность. Сложная ювелирная работа с горячей эмалью добавляет техническую ценность. А довольно большое количество собирателей письменных принадлежностей позволяет прибавить ценность коллекционную. Цена предмета – 80 тысяч рублей. Мраморная скульптура известного фланетийского скульптора Питера Баранти. Очевидно, что она представляет художественную ценность, так как его работы украшают несколько площадей Флоренции, вход в исторический музей Вашингтона и холл отеля «Бристоль» в Краснодаре. Цена – 700 тысяч рублей. Материальная ценность у этого артефакта полностью отсутствует, так как стоимость кускового мрамора в случае разрушения скульптуры абсолютно ничтожна. В то же время авторская подпись и год изготовления добавляют культурную и историческую ценность, а сохранность и качественная реставрация позволяют добавить прикладную и интерьерную ценность. Таким образом, симбиоз художественной ценности с любым видом ценности значительно увеличивает продажную стоимость предмета. Следующий пункт шаблона по оценке антиквариата – историческая ценность. Такой ценностью обладают предметы, связанные с какими-либо историческими событиями, либо известными в истории личностями. Черная касса – это металлический ящик, символ общества взаимного кредита, одной из самых успешных общественных организаций в истории экономики. Этому обществу принадлежали самые большие и красивые здания в крупных городах Российской империи. Признаком принадлежности к обществу был черный ящик, металлический сейф. Их заказывали в США и при производстве использовали довольно дорогой способ защиты металла. Стальной корпус сейфа покрыт гальваническим меднением, а затем химическим чернением. Эта технологическая обработка гарантированно защищает сталь от коррозии на столетия. После Октябрьской революции и ликвидации общества взаимного кредита выражение «черная касса» приобрело негативный оттенок. У этого предмета полностью отсутствует материальная и художественная ценность. Прикладная ценность под большим вопросом, хотя вполне возможно использовать его как копилку. Этот железный ящик имеет исключительно историческую ценность, а стоимость формирует и добавляет коллекционную ценность, так как на шильдиках сейфов указана территориальная принадлежность филиала общества. В хорошем состоянии «черная касса» встречается довольно редко, и этим обусловлена высокая цена этого предмета. Первый раз русские войска торжественным парадом победителей прошли по Берлину в сентябре 1760 года. И в честь этого события по специальному указу Екатерины II была перечеканена из рублевой монеты медаль за победу над пруссаками. Это была первая солдатская медаль для ношения на ленте, и именно с нее начинается история наградной системы России. Материальная ценность этой медали увеличивается за счет исторической и коллекционной ценностей, а в связи с высокой степенью редкости медали добавляется и увеличивает стоимость аукционная ценность. Еще один артефакт, имеющий исключительно историческую ценность. 18 мая 1896 года на Ходынском поле по случаю коронации Николая II раздавали памятные стаканы. За право обладания такими стаканами россияне в ожидании халявы раздавили и затоптали насмерть полторы тысячи своих соотечественников. После этой трагедии последний российский император получил прозвище Николай Кровавый. У этого стакана отсутствует какая-либо материальная ценность, коллекционная в связи с плохой сохранностью предмета минимальна, а его стоимость формируется только за счет исторической ценности. Следующий пункт шаблона по оценке антиквариата – культурная ценность. Само понятие очень длинное и размазанное, и если коротко, то культурную ценность имеют предметы, представляющие исторический, художественный, национальный или эстетический интерес группы людей. Следующий предмет с точки зрения юридического права не попадает под определение культурная ценность, в то же время вызывает бурю эмоций у большинства жителей России. Это крокодил Гена и его закадычный друг Чебурашка. Материальная ценность предмета ничтожная, коллекционная – низкая, а стоимость формируется исключительно за счет культурной эмоциональной ценности. Культурную ценность гарантированно представляют предметы, выполненные руками более ста лет назад. Экзаменационные работы студентов Ивановского художественного училища, выполненные в 1915 и 1916 году. По контрастности работ можно предположить, что это эскизы рисунков для нанесения на ткани. Юридически эти картины представляют культурную ценность для России, так как им больше ста лет. Материальная ценность отсутствует. Историческая, минимальна и важна исключительно для города Иваново. Основная стоимость формируется за счет эмоциональной и интерьерной ценностей. В следующих роликах я поделюсь разбором остальных видов ценностей, которые использую в шаблоне по оценке антиквариата. А вас попрошу, как в советской школе по пятибалльной системе, оценить новый формат ролика, представленного вашему вниманию. И я с удовольствием читаю в комментариях конструктивную политику. Спасибо, что выбрали мой канал.